Нет, это не черный чай и не суп в тарелке. Это вода из-под кранов селега. В майские праздники водонапорных башнях случилось сразу несколько аварий. Как следствие, нестабильная подача воды, а та, что поступает, грязная. Она появляется рано утром, это в 6 часов, некачественная, грязного цвета, желтая. Ломается техника, помыться, это вообще мечта каждого у нас уже, жителя. После работы прийти что-то приготовить, ну ладно, там можно купить водичку. Ну не каждая бабушка и дедушка могут себе это позволить. Местные жители обращались с письмами в администрацию Барнаула, Ленинского района и Барнаульский водоканал. Но ответ пришел от комитета по энергоресурсам и газификации города. В нем указано, цитирую, предусмотрены мероприятия по проектированию и установке систем до чистки питьевой воды на артезианских водозаборах. Срок 2023-2024 год. Конец цитаты. Соответственно, до этого времени качество воды заметно не изменится. На сегодня у нас также есть аварийная ситуация на водозаборе по переулку Советскому. Там вышел второй глубинный насос из строя вчера вечером. Заявка направлена в Барнаульский водоканал, завтра будет устранена. На сегодняшний день две башни, которые снабжают водой жителей Ганьбы, находятся под контролем компании «Научный городок». К ее специалистам местные тоже обращались. Ведь кто, как не они, должны следить за состоянием аварийного объекта. Но в ответ получили следующее. А потом я позвонила сюда, это был рабочий день, на что Стенка мне отвечает. Вот у меня тут пол Ганьбы работает, всех устраивает вода, а вот молодежную 15 почему-то не устраивает. Это фрагмент общения жителей Ганьбы с главой «Научного городка». Официальную съемку нам проводить запретили, но присутствие не возбранялось. Елена Широких пообещала, что ремонт башен в ближайшее время проведут. И добавилось, что через 2-3 года объекты передадут на баланс фотоканала. И тогда спрос с них. Любопытно, но пока проходило собрание, в домах жителей подтекла чистейшая вода с хорошим напором. Совпадение или магия телевидения? Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...